Несмотря на то, что стремительно приближаются праздники, в городе царит предновогодняя суета и в Томск пришел трескучий мороз, представители Ассамблеи народов Томской области в очередной раз вышли на спортивную площадку. Ничто не может им помешать заниматься любимым делом. В Ассамблее народов культивируют разные виды спорта. Очередным турниром стал Кубок наций по волейболу. Мы там баннер повесили, единство народа, сильная Россия. У нас такой девять сегодня. Действительно, для единства народа России надо, чтобы такие соревнования проходили по чаше. После таких турниров вы чувствуете, что сближаются народы? Очень сильно, очень сильно. Потому что мы, когда проводим культурные мероприятия, и по городу видимся, постоянно спрашивают, когда будет Кубок наций, когда будет Кубок наций. Она очень большой, дает единство нашим народам. И ребята с большим желанием постоянно играют в этих турнирах. Костяк многих команд на Кубке наций составляют студенты, приехавшие на обучение в Томск из-за рубежа и из разных областей краев и республик нашей страны. Есть немало примеров, когда земляки знакомились и становились друзьями именно на спортивной площадке Кубка наций. Благодаря этому турниру я в принципе в Томске начала играть. То есть у себя я играла, а в Томске познакомилась и с девушками, и где-то в других местах играю. То есть спорт, он не только народы сближает, да спорт сближает просто людей, которые, может быть, приехали здесь вместе, а здесь встретились? В любом случае. Ну и много людей, зная других национальностей, с ними играла. Ну, на самом деле сближает. Несмотря на то, что соревнования Кубка наций носят дружеский характер, спортивный принцип никто не отменял. Конкуренция здесь серьезная. Уровень у многих игроков достаточно высок. Девочки играют на городе, на турнирах Томска и других лигах, которые есть у нас в Томске. То есть здесь есть как любители, так можно сказать и полупрофессионалы? Да, все верно. Даже, я бы сказала, больше профессионалов, чем любителей у нас. То есть этот турнир еще и в соревновательном плане довольно интересен? Да, конкуренция достаточно высокая, да, правы. Сейчас будет финал, вы будете играть с командой Алтая. Наверное, нелегко придется, да? Я бы сказала, что очень нелегко, но мы будем пытаться больше своим позитивом, своим настроем как бы победить. В матче за золото Наталье Носовой и команде России удалось взять верх над волейболистами Алтая, которые, соответственно, стали серебряными призерами. Бронза досталась спортсменкам Бурятии. Острая конкуренция ожидалась и в турнире у мужчин. У представителей сильного пола, как и у девушек, было немало опытных игроков, занимающихся волейболом на регулярной основе. С друзьями собираемся, играем постоянно, каждую неделю, всегда рассчитываем на первое место. У соперника здесь есть достойные? Все соперники достойные, все серьезные команды. В этот раз в соревнованиях у мужчин первенствовал Таджикистан. Медали серебряной чеканки завоевали игроки команды России. Почетное третье место занял Кыргызстан. В следующий раз представители ассамблей народов Томской области разыграют медали в баскетболе. Ассамблей народов Томской области.